Пожарные отправились в Биробиджанский парк культуры и отдыха, но не на вызов. Поводом стал турнир по пляжному волейболу. Летнее соревнование организовано в рамках ежегодной областной спартакиады среди сотрудников МЧС. За игрой спасателей наблюдала Дарья Балбанова. Играем, играем, играем! В волейболе самое главное – это координация, техника и высокие прыжки. Подобная спортивная подготовка необходима спасателям и в профессиональных буднях. В спартакиады включают в себя 9 видов спорта и проходят ежегодно для поддержания физического тонуса огнеборцев. Мы проводим его для того, чтобы наши коллеги немного разгрузились от той тяжелой работы, что они выполняют в повседневной жизни. И для сплоченности коллектива заявила часть команд, разделили их на две группы, в каждой группе по три команды. Те команды, которые, две команды, которые выиграют в своей группе, проходят дальше в стыковые игры, ну а далее выходят в финал. Играли до трех побед. Выигрыш у команды в кармане, если ее участники успели набрать 20 мячей быстрее противников. Мотивацию спортивным дуэтом добавляли и преданные болельщики. В турнире приняло участие шесть команд из различных подразделений чрезвычайного ведомства. Никто не хотел без боя отдавать победу, но при этом на площадке сохранялась дружеская атмосфера. На поле приглашается первая команда первой пожарно-спасательной части и вторая команда первой пожарно-спасательной части. Пляжный волейбол среди сотрудников МЧС уже традиция не только в рамках спартакиады, но и летнего досуга. С каждым годом играть становится все интереснее. Раньше первая пожарно-спасательная часть была самая сильная команда, то есть там в основном все игроки были в одном подразделении. Сейчас люди уже растут, то есть переходят на более высшестоящие должности и, так скажем, разошлись по разным подразделениям. И теперь более-менее все одинаково сильны, то есть уже интерес есть. В итоге в финальных играх первое место завоевала команда пожарно-спасательного отряда. Однако все участники турнира хорошо провели время и настроились на дальнейшую непростую работу. Дарья Балабанова, Александр Лушкин, Вести Биробиджан.